Друзья, мы на усадьбе у нашего друга, у одного из лучших садоводов в Сибири, и не только Сибири, Тотарова Владимира Александровича. Это ответный визит, я поводил его по саду, и сейчас вы побываете в саду, который, наверное, по сливам и по грушам, наверное, лучше в регионе. По крайней мере, лучше я еще не встречал. Отдельные экземпляры можно найти в любом саду. Ну, чтобы вот такая коллекция, по-моему, впервые. Володя, знакомь нас. Ну, вот, там у меня венерка московская растет. Это кабардинка. Ну, это ж сорта знаменитая. Да, это гамазь мястривая. Это терно-вишневый. Не просто терно, а вкусно, наверное. Сразу скажу, я немножко упустил момент максимального цветения. Да, маленько уже ушло, да. Это было бы вообще чудо. Светку на дабы. Ну, идем дальше. Там кубанский карлик. Так. Это, не знаю точно, вижен или что-то другое, пока не знаю. Ну, дальше, чем это на 5 баллов, чтобы это Донецкая ранняя слива. Кстати, 5 баллов дают от этой сливы. Голос. Среднего размера. Пригласишь на дегустацию? Пригласим. Так, мы про питомник потом отдельно поговорим? Да, можно. Давай так, вот, кто уже слышал, уже десяток названий. Друзья, загибайте пальцы, а ты просто иди и все перечисляй. Ну, тут за забор не пойдем. Там у меня обильная гибридная лыча растет. Глатаскитов растет, гибридная. Тут до 40 граммов крупная. Это в свое время непроданные саженцы. А, так и остались. Да, так и остались. Так у меня так бывало еще и хорошо, что остались. Да, здесь у меня слива домашняя персиковая мичурина. Это какая-то бенгерочка, название совсем не знаю. Так, персиковая мичурина. Надо будет с моей сравнить, когда будут плоды. Одно и то же или нет. Это молодые ябридные, что слива. Дерево-сад, 5 сортов привита. Два сорта красномяса. Потом не видел еще плодов. Джумба-пом считается самым крупным в мире яблоком. Ну, посмотрим. Несколько цветков давал. Посмотрим, может быть чудо свершится. Да, и красномяса мне интересна. Ну, тут тоже самое. Вот у нас гармония гибридная лыча. Ну, тут у меня молодняк. Так, на питомник я пока не гляжу. Это самое. Вот первый раз зацвели клубный сорт яблони. Зари или Зари. Ударение не знаю, как правильно. Ну, вот, значит, увидим, что тут покажет. Это мелко красномяса. Громче. Бая Мариса. Ну, плоды не видел. Груша, бюркан. Плоды тоже не видят. Сду. Это чернофискозлодка. У меня там большой есть. Ничего не пропускай. Вот. Красномяса Аэра. Ну, это уже видел плоды. Красномяк это не крупно. Средненькие вот такие. Небольшие. Красномяк. Это ты видел, а мы не видели. Итюк перепривил. Терн Донецкий это вот. Это тоже отцвел. Да, на ныне такое шикарное осветение. Очень много цветов. А это решил перепривить. Тут Исполинскую привил. Розовую еще. Ну, здесь по Брюсу пойдем. Нижняя ветка любимица Яковлева. Низ перепрививаю. Не особо нравится вкус. Не особо или особо? Не особо. Центр Эсмиральда. Летний слот. Здесь селянка. Это молодая. Вот порядок. А тут порядок, наверное, неудобно. Главное, ничего не пропустить. Пока весь сад не обойдем. Это условно зимняя Тотарова. Которая не знаю сорта. Здесь два сорта у меня. Февральский сувенир и Катюша. Зимняя сорта. Это не знаю. Вот такая артипинчик полукольчурка. Путешественная прива. Августинка, нынче, вообще взрыва, бешеная. Летний слот. Здесь все, какая-то румяная. Что румяная? Рассашанская ранняя. Здесь, видите, сколько сверцов. Это десерт на Рассашанская серия. Это яблок для славопобедителя. У нас называется славопереможцем. Здесь добрянка груша. Там детская колонистка, большая карамельная. Яблокка, что-то она себя плохо чувствует. Золото стихо. А вот весна и красавица. В том году было 20 плодов. Нынче, вот, долго, наверное, на 8 или 10 год. Да что ж такое. Нормально. А вот такой сорт. Вот, там вот тут вот яблоке. В памятью Льянищева. Не крупно, но очень вкусно. Ну, здесь, получается, комет-комета. Переприливал брусу. Ставил шедевр Анны. Не нравился мне. Да, еще раз. Шедевр Анны, вот, цветет. А остальные ветки переприливал тут. Ага, вижу, вижу. Да, удачно переприливал. Тут тоже комета. Так, волоска у тебя все удобная? Да. Ну, что-то обыкновенная. Ну, тут пойдем порядок. Ну, это красномясо не видел. Вот одна тут и зацвела. У нее, у этого сорта, лист обыкновенный, а мякоть тут красная. Это не так у чернобаевых. Какое-то другое тоже. Камьян, это дерево. Капушки, черно-ростаханское. Вот это зоно-маспало. Мел-борец. Это мы тоже ничего не видели. Вот и слон, как раннее утро. Вот груша два сорта. Это мякоть борец. Это красненяча. Ладу ее подсказываю. Это розовая венгерка или как она называется? А, ты взял у чернобаева? Нет, не брал. А, у тебя своя? Своя, давно, с 2007 года она у меня. Ну, это уже третье поколение. Там две уже пропадали. Ну, понятно. Здесь у меня дюша с летней, еще один сорт привил. Это мил-борец. А, это наш лидер. Лидер, да. Тут вниз перепривали. Вехтормен. Раньше два плодика видел летний сорт. Красного цвета, все груши. А, тут что у меня? Тут розовская летняя. Вот любимый мой сорт. Я говорю, хит-саран-свет. Зимний сорт. Здесь несколько полукольтурок привит у меня. Это опять субанский карлик. Здесь домашний фигурен плод Альтана. Здесь стартовый и ника привита. А стартовый где ты брал? Я ее выписал давно уже. В Волоконовке там было. Усачева. Я не помню. Усачева? Да. Так, может, и моя вот Сычева. Я стартовую не знаю, не помню. В Венгерко-Донецка. Там Донецка ранее. Это Венгерко-Донецка. Другой сорт. Ну, ты повторяйся. Ринклот советский. А ты еще все помнишь? А я все помню. Ринклот советский. Вот опять стартовая. Вся он усыпная. Слушай, у меня один год были плоды. Грамм 80, а потом измельчало. А она, когда их много, они мельчают, когда мало. Но она мало все-таки завязывает. Вот скидет много. Ну, так. По этому ряду. Яблон-то спарта называй. Ну, это тоже условно. Мелдон. Перл. Перл. Здесь несколько. А, это Керун. Технический сотня. А почему ты называешь технический? А на компот и на сухофрук. Да, я знаю. Это вроде бы, вроде бы алтайские сорта, а они не очень. Да, ультра ранний сорт Женева Эрби. Раньше белого налива на неделю зрели. Ну, на пару лет он подобрал. Ой. Тут тоже несколько сортов. Тут добрянка тут. И на тех там компот, короче говоря. Разные сорта. Чтобы плоды увидеть, прививал. Итюд привит. Вот основное дерево итюд. Там шатер алыча. Там арку тоже вкусно. Терн. Сейчас на мясо. Там Донецка. Донецка опять. Тоже итюд. Там повторяются. Нам многие повторяются. Вообще у меня тут 15 сортов домашних. Только домашних. Не считаю. И ты незаметно-незаметно выбился в лидеры. Лада. Этот гигант Подмосковья. Гигант у Чернобаева взял? Да. А он у меня. Я знаю. Так что... Так, а память якоря откуда у тебя? Так она у меня сама первая груша появилась. Я долго не мог идентифицировать. А я видел, да. А потом самый этот самый. Да, да, да. Я посмотрел. Роман Исаев. Я читал, да. Читал. Он взял мне. Не здрасте, не до свидания. А просто взял и написал мне. Это говорит не таврическое, а память якоря. Да, да, я это помню. Это богу душу. О, комара, убей, а. Вова. Спиливаем. Это обрисовый. На академик ваш похожий вы на ЗА. Но надо как-то вам привезти и дезинфицировать. Академик, не академик он. Куда я денусь? Проверим. Звони, я сам появлюсь. Ну да. Что-то по-полезски крупноклубным. Слушай, я пока вижу только одно погибшее дерево. Да, у меня уже спиливал вон там. Ну там живое я спиливал. Для Сибири это. Место занимает. И если один из сотни, это считай, что ты феноменальный. Это тоже ненужный сорт перепривил. Тут Коваленковское, Красномясо. Где ты их берешь в последние годы? А я в основном. А где только можно. Или у Ольховича выписываю из Подмосковья. Или у Сычева. Все еще это. Ну, Чечнея присылает Ольхович. Там Сычева тоже. Ты лишнее не говори про Сычева, ладно? Влазно. Вот. Всякое бывает. Всякое бывает. И нынешнее тоже. Могу сказать. Прививки про нынешнее. Так. Прислали. Как яблони. А сейчас привил я. А там Грушево. Да он не сам это. Дело в том, что... Ну это техническая ошибка, возможно. Я допускаю, что это не специально. Апрельская. А, нет. Это Орлик. Апрельская у меня. Вот она тут. Тут раньше молодое было. Слушай, а там у тебя за забором что-то было. Не покажешь? Вот за забором я там все повыпилил практически. Засуха же была. У меня все позасохло. Поливать кое-как тут спас нафиг. А там... Ну вон молодые тут я вам покажу на меня. Ну вот там то и что осталось. Ну вот они красавцы. И вон там поспиливал. Где не поливал, все пропало за зиму. Погоди. Ну что у тебя пропало? Ну кое-как. Цветет. Это твоим руками посажешь? Да, это дикая груша. Да. Ну для семян это дикая груша. Ну там лада вон внизу. Цветет он, да? Здорово. Покрашаешь природу. Нечейный участок засадил. Великолепно. Это Тихоновка. Не поливал. Думал, власть и завернуло. Ну нет, живая. Интересно. Вот смотри, видишь? Вот вода совсем рядом. Вот она, Енисей. Ты не купаешься тут? Нет, вода холодная. Вот сделал, видите, сооружение? Чтобы помпу стаскивать. Вижу, вижу. Помпу сюда затаскивать. Вижу. Такого хаза тут водопровода не поливает. Зато вода, Енисея, очень ценная. Так. Мы не закончили? Сейчас, нет. Сейчас продолжим. Сейчас. Я только скажу, чтобы перезвонили. Ладно? А я сейчас случайно выключил. Ладно. Так. Слушай, а ты отказываться не хочешь от этих? Ну, у тебя ладно, тут малоснежье. Ну, это... А, от кругов? Да. А я их специально доделал. Начинаю помпы поливать, если у меня нет, вода растекается. А, у тебя же воды нету. Нет, водопровод есть у меня. Так у меня с водопровода-то там две минуты ведро набирается под таким давлением. Нет, тогда понятно. Это все легко. А так я сразу бухаю. Да, некрасиво, естественно. Нет, ну, здесь у тебя всегда и засухая. Вроде не все рядом. Да. Ну, я осенью, видите. Вернее, зимой. Вот самый... Какой самый большой снег был уровень? Да, вот такой обычно. Вот, вот, вот. Я о том. Ну, тогда у тебя не так опасно. Ну, я зимой прохожу, чтоб тут вода не стояла. Я снег убираю всех коллег. А, ну, конечно. Снег убираю рано. Я понял. Это вынужденная мера. Да. Это мраморная, говорится. О! Здорово! Яблонь-то вишневая. Вот. Рыжий абрикос. А рыжий? Это почему ты его назвал рыжим? Ну, уже... Ой, вернее. Чернобаев назывался рыжим. Ага. Это мой бывший этот. Номерной. Да. Видишь, как мир тесен. Это Полесский крупноплодный. Че, рукой махнул? Не то? Нет, Полесский крупноплодный, да. А это этот. Президент. Представляю, как... Ну, вот смотри, вроде бы заморозки миновали. В Москве до 10 июня ждут. Нет, там нарисовано вроде нет. Нет, да? Похоже, это восточно-сибирский. Раннего срока созрева. Ну, он средненький. Ну, я точно уверен, что это байкаловский. Очень. Похоже. А то у меня ни одного нет. Вот такой некрупный, ранний, среднего размера. Ну, до грамм 30-40 вот такого. Ну, зато ранний. Ну, зато настоящий. Их совсем мало осталось. Да. Ну, такой немного, сколько пилил. В том, как уж уведили, еще свел. Хлады были. Нынче почка стала набухать в начале апреля. Все, живой был, да? А потом, первое или второе, минус 16. Хватит мне. И все. Ну, первое, второе, третье было минус 16. Минус 14. Минус 13. Три дня. И все. Вон. И за забором там все попилил. Ну, там еще и не поливалось. Тут два терна. Тернобрикосовый и тернодонецкий. Ну, это тоже сувенир. Это уже древняя груша. Тут уже лет 20, вернее, слива. Ну, вот. Вот. Клумков, как мы называем его тут. Больше похоже-то на лычимара. А тут у меня два сорта селянка и осенний ягод. Ветка покупка. А у тебя осенний есть? Ой, какой сорт. Ну, ветка одна. Как он тебе по вкусу? М? Для меня седевр. Ну, вот оно, да. Вкусно, если мы об одном и том же говорим. Очень вкусно. Здесь у нас одинаковые, да? Да. Ну, тут за забором она тут. И тут сохранился, не замерз. Не, ну ты вообще щедрой души. У тебя и тут насажено. Тут все пропало, говорю. Не поливал. Тут почти ничего не осталось. Вон, спиливал вчера. Потому что не хватало рук, чтобы полить тут. Понятно. У меня смородина засорена. В следующий год это было отчаянно. Не. Вы, наверное, еще видите участок там, как на ладошке с листьями. Да? Как на ладошке. На солнце. С утра до вечера солнце идет. И все равно я тебе вот что скажу. Ну, там пропало два-три. Ну, пусть там за забором несколько. Но, перенести такое испытание. Ну, вот там еще правильно. Вот. Абсолютная засуха. С весны до зимы. Вот. Это, это значит, что твой сад, он вольно-невольно становится, ну как, выдающимся. Потому что повторить то, что у тебя практически невозможно. А вот куда это потом девать вот нынче? А вот куда девать, ты будешь стоять на рынке. Да. Вот. Из моего сада, если бы на горсть можно прокормить, если за жаду. Так, если бы эта наука знала, если бы она тебя, это, они должны были бы у тебя тут очередь стоять из автомобилей с номерами. Я говорю, перебью завязи много. Вот все завязалось. Вот сливы только завязи. Ты же знаешь ту старую поговорку горькую? У нас в Советском Союзе главная беда – это урожай. Ну вот, вот это белая крупная слива, ну вот это и вверх. Здесь топ-хит привитый на слив и награда Неменская в Советском Союзе главная беда. Я ж устал. Устал ходить, устал слушать. Когда у тебя сад кончится? А все вот. Это стартовая привита, а это венгерка-воронская. А вон что-то зло в Черноске большой. Ага. Это комета. Так, теперь пойдем обратно, потому что там моя шапка на дороге лежит. Утром было так холодно, что зимнюю шапку одевал. О, о-о-о-о-о. А, кстати, вот только первый год обильно зацвели, а так нельзя. Один-два цветочка. Для меня это так, баловство. Да, тоже баловство, да. Баловство. Мы же люди серьезные, а… А это осенью, в том он земли переносил, яблони посадил. Ага. Сколько цветов он не ободрал. Деличь от. Вот шикарное. Вот захеряло вроде бы. В том году пришлось капитальную обрезку делать. Нынче он зелененький. А в том году желтая стояла все лето. Я думал, все лак. А вот забрезка помогла. Да, я ее капитально обкромсал, а нынче зелененький. Так, скоро закончится запись. Давай-ка через питомник теперь. Хотя бы коротко. Вот. Потому что, это, твой питомник мог стать родоначальником. Ну вот тут. Где дичок, где тут обрезку прививки. Господи, персик что ли? А, это персик, да, с косточкой тут. Ага. Вижу, вижу, вижу. Можно тут перемешку, где прививки, где дичок. Вот у тебя с другой стороны не так, что ты сам сказал сенцепек. Пошли, уже пошли. Пошли, да. Да холодно. Уже, по идее, у меня в это время они должны вот такие быть. А нынче. Тут слива привита. Вот груша. Груша нынче удалась. Сто процентов. Сто процентов. Ага. А самое главное, что у нас с тобой нет вообще халтуры. Ни одной невкусного сорта. Признайся. Есть у тебя это? Нету. У меня вот самый невкусный, это перун. Вот, который сказал. Да, это тот самый. Та же, как у меня сварок. Да, да. Он тоже оттуда. Я его тоже, да. 10 метров высотой, 30-40 ведер. Лежат под деревом. Я единственное, как это, как подвой использую. Много-то не продал. Опять садил. Знаешь, у меня был случай особый. Приезжают шушенцы. Попробовали сварок. И вдруг говорят, ой, как вкусно. 20 ведер, все 20 ведер было. По 200 рублей ведро купили. Я такой доволен был. Потому что все остальные годы все сгнивало. Да. Тут вот чисто растут абрикосы, чисто в камнях. Тут земли вообще нету. Гравий один. А это для абрикосов радость. Просто так отделать нечего. Посадил. Отделать нечего. Это их родина. Скалы. Это леча обильная, уже говорили. Не, ну ты вообще. Вот. Сказать, что ты худесник, это ничего не сказать. По ряду еще тут. Все, что кривое, косое, все вдоль забора садил. Здорово. Ой, как здорово. Так. Вот это еще и тут, и тут. А тут свалка раньше была. Ага. Славку можно облагородить. Ты облагородил ее. Ну маленькая, да. Это уже не моя территория. Все равно растет. Пользуемся. Вот. Еще вот сюда заглянем. Это дичок просто. Дорачиваешь? Дичок, там груши, все же вот там это грязь тоже 100% приживаемый. Да вижу. Приятно посмотреть. Так. У меня к тебе просьба вон там. Вон если прямо пойдешь, мою шапку прямо прямо вон. Да. Да. Вон. А то у меня руки заняты. Ну вот теперь общая картина. И мне надо какие-то выводы сделать. Итак, я присяду на край вот это. Чувствую так, как это. Так вот, Володя, вот сюда. Вот прямо сядь на эту. Можешь на траву? Помогу. Тебе не привыкать? Да. Короче, что получается? Мы с тобой фильм снимали. Итак. На один саженец настоящий. Сибирский. Причем супер сортов, которые абсолютным вкусом обладают. 4,8,5 баллов из пяти. Приходится на один. В том числе твой, мой, наш вернее. Вот. Ну кого еще добавим? Цельнобаев не занимается этим. Ну и кто еще? Жестовский. Кто еще? Подскажи. Вот. Саженцами-то, да? Да. И получается. В Филиппе в лапе. Все. И получается на каждый наш саженец проданный приходится 100 саженцев с Киргизии и Узбекистана. И все они до единого умрут. 100 посадят. 100 посадят, умрут. Тысячи посадят, умрут. И если брать юг Краснодарского края, миллион посадят, миллион мертвых. И миллиард рублей уходит за границу. И вот что мы имеем. Ребята, вы видите это чудо? Это... Это... Вот. И это причем нельзя сказать, что здесь райские условия. Какие райские, когда... Вот. Они тут должны, по идее, на грани выживания. Давай теперь так. Еще, может, есть пару минут? Вот. До конца тебя выжму. Это... Все, если выжму. Подвои для яблонь. Кто? Ну, в основном лесную. И еще там китайку Кер использую. Раз. Годится. Это тебе... Это не то, что... Как я спрашивал продавцов. Они не знают, что это. Для груш что используют? Ну, это лесная. Я... Дикая. Лесная, дикая, уссурийская. Два. Для абрикоса. Абрикоса... У меня абрикос на даче есть. Несъедобный. Мелкий такой вот. Ну, скорее всего, из породы этих манчжурцев. Несъедобный. Слива шикарная твоя. На чем сидит? А слива... Или копаю ей. Или кое-что. Один корпус использую. Свои алычи. На подвойне. Да. А луча... Ну, как еще называют алычи? Лучи еще называют... Ну, она правильно. Гибридная алыча. И русская слива. Да. То есть, из всех этих... Это не самая морозостойка считается. Да. Когда люди слышат слово алыча... И у него сознание... Мелко... Да, да, да. Ну, на подвой годится. Да. Очень много от подвоя зависит какая совместимость. Он может прижиться, а потом при первых морозах умереть. Так что у тебя уже... Сколько лет ты занимаешься этим? Сколько лет? Тридцать уже. Тридцать, да. Тебе сейчас шестьдесят три. Понятно. Ну, тогда я как? Как для себя? На продажу эти там десять-двадцать саженцев выносил? Что тебе пожелать? Чтоб все эти саженцы были проданы. Вот. Богатство неимоверное. Настоящая цена. Ты знаешь, я же рассказывал. Ты же некоторые фильмы видел. Финны привозят в Питер саженцы. Саженцы. Да ладно бы путевые. Калеки. Огромные переростки. Шестеро и в основном восемь тысяч рублей саженцы. Да ты бы вот эти бы продал, уже бы целый год было на чем покупать коньяк. Я уж так полушетя говорю. А у нас что? Вот говори, по чем продавал. Начинал восемьсот, заканчивал пятьсот. Да, лишь бы взяли. И часть из них посадил обратно. В районе сорока абрикосов посадил обратно. Вот. Ну уж двадцать обратно посадил. Ну яблоняк десять еще. Я еще... У меня тут запись еще не... И вот скоро кончится, но еще не закончилась. Вот. Я что хочу сказать. Вот здесь вот, там ворота твои. Адрес говорить не будем? Или будем? Где? А почему? Я не скрываю адрес. Хорошо. Саиногорск. Означена... Береговая 25. Означена... Ну это как пригород. Означена. Береговая 25. Тотаров Владимир Александрович. Громкий телефон. 923. 923. 5827. 5827. 364. 364. У меня можно найти в Одноклассниках. В Одноклассниках тот равновратик. Так, ладно, ещё. Значит, мои пожелания. Вот здесь вот, возле этот ворот, на которых цифра 25, должна стоять длинная очередь из машин. Вот. Вот почему у нас, вот у тебя сливы, по сливам уже успехи были, и по Сибири были. По грушам ни черта. Ты поверишь, я уже тебе рассказывал этот случай, я уже боюсь сейчас не успею записать. Когда мне Турсун Полот Доскобилов, наш авторитет, учёный, старый, заслуженный, привёз молодого учёного, тот занимался грушами. И когда я ему перечислил эти же сорта, вспоминаю, нарядная Ефимова, память Яковлева, осенняя Яковлева.